МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. Директор ФСБ Александр Бортников распорядился установить пограничные зоны на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией. В связи с этим на границе Смоленской области региональное управление ФСБ должно будет определить места и время для прохода лиц, въезда транспортных средств в пограничную зону, а также произвести установку предупреждающих знаков. Приказы главы ФСБ вступят в силу 7 февраля. Смоленская область в ближайшие месяцы получит 215 миллионов рублей на благоустройство придомовых территорий в городах. Деньги выделили из федерального и регионального бюджетов. Принять участие в реализации программы «Формирование комфортной городской среды» сможет любой двор. Уже до 1 июля должны быть готовы дизайнерские проекты грядущих изменений. Федеральный закон об отходах производства и потребления вступил в силу в январе 2015 года. С тех пор в него не раз вносились изменения. Периодически и мы возвращаемся к этой теме. О том, как в настоящее время идут преобразования в коммунальных службах нашего города, нам рассказал заместитель главы Александр Новиков. В конце года был принят федеральный закон 486 о внесении изменений в некоторые правовые нормативные акты, в соответствии с которым был установлен переходный период по организации общего оператора обращения с твердыми коммунальными отходами не только по Смоленской области, но и в целом по России. Данный переходный период был установлен до 1 января 2019 года. В настоящее время практически все субъекты Российской Федерации в той или иной мере выполняют требования по переходу, но, к сожалению, 4 субъекта немножко отстают, в связи с чем было принято решение на уровне правительства о продлении. По Смоленской области я хочу сказать, что мы являемся, можно сказать, пилотным проектом, и у нас ситуация гораздо лучше, чем в других субъектах. И в соответствии с информацией, которую мы получаем из администрации Смоленской области, переход к единому региональному оператору по Смоленской области планируется уже в начале 4 квартала 2017 года. С начала 2017 года по-прежнему основными перевозчиками мусора от многоквартирных домов и предприятий города остаются две управляющие компании. И десногорцы могут не переживать за чистоту и порядок в нашем любимом городе. У Вечного огня в Смоленске по праздникам будет стоять почётный караул из юнормейцев в возрасте от 11 до 17 лет. Предполагается, что караул будет выставляться не только на посту номер один, но и у других воинских захоронений. На Смоленщине их более 500. До 9 мая у юнормейцев есть время заняться строевой подготовкой. На Смоленской АЭС 2 февраля состоялась развивающая партнёрская проверка качества развертывания производственной системы Росатома. 16 представителей разных дивизионов госкорпорации Росатом во главе с заместителем генерального директора акционерного общества «Сибирский химический комбинат» Галиной Пантелеевой проанализировали работу атомной станции в пяти направлениях. Декомпозиция целей, ПСР-потоки, управление проектами и изменениями, мотивация, обучение. Итоги проверки, зафиксированные в меморандуме, в очередной раз подтверждают высокий уровень в развитии производственной системы Росатома на Смоленской АЭС. Для успешного движения вперёд эксперты предложили свои рекомендации. Смоленская атомная станция представляет партнёрам работу, которую персонал Смоленской атомной станции вёл в течение предыдущего года. Партнёрская проверка проводилась в рамках подтверждения статуса лидер ПСР, который Смоленская АЭС получила в начале 2016 года. Эксперты отметили успешность выполнения установленных показателей. Директор по развитию производственной системы Росатома госкорпорации Росатом Сергей Абузов, принявший участие в проверке, подчеркнул, что Смоленская АЭС продолжает оставаться лидером в электроэнергетическом дивизионе. То, что увидел, говорит о том, что вы очень хорошо двигаетесь вперёд. Ну, традиционная тема ремонта, она всегда была у вас, начиная с 2007 года ещё, замена технологических каналов, я помню, первый ПСР-проект Андрея Винальевича. Очень хорошие доклады по реакторному залу, по турбинному залу, да. Видим, как всё это применимо с точки зрения выравнивания загрузки, оптимизации обходов, значит, и очень применимая система оказывается и там. Мы ещё были в спецпрачечной. Тоже очень интересный проект, который мы начинали года три назад. Его сейчас смело можно тиражировать на сей атомной станции. Эксперты выделили 25 лучших практик, которые целесообразно тиражировать на других предприятиях отрасли. Например, эффективно выстроена система постановки цели обучения. При анализе перемещений персонала при обходах используется трёхмерная поэтажная планировка. Действуют цепочки помощи в решении проблем от уровня малой группы до инфоцентра директора предприятия. Основные направления нам задал форум, который прошёл в декабре. Ну, а конкретику и мероприятия, так сказать, что делать, в значительной степени, я думаю, будут наполнены теми результатами, которые мы сегодня получили. Теми мероприятиями, которые были сформированы в рамках меморандума. На Смоленской АЭС в работе первой и третьей энергоблоки общая мощность составляет 2123 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 с 1 февраля отключён от сети для проведения плановых регламентных работ сроком на 10 суток. Выработка электроэнергии за три дня февраля составила 102 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 5 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 31 января на Смоленской границе задержали партию белорусского сыра. Груз весом более трёх тонн следовал в Москву. В ветеринарном сертификате производителем продукта числился Барановический молочный комбинат. Однако на этикетках была указана компания из Бреста. В итоге сомнительный груз вернули экспортеру. 1 февраля в Чижовке недалеко от пешеходного перехода столкнулись микроавтобус «Фольксваген-транспортер» и «ВАЗ-21099». Водитель приближавшейся фуры, заметив аварию, стал уходить от столкновения, и машина частично съехала в кювет. В ДТП никто не пострадал. 2 февраля молодёжные организации Десногорска собрались на традиционное совещание, на котором подвели итоги работы за 2016 год и обозначили перспективы развития на текущие подробности далее. В актовом зале молодёжного центра на ежегодное отчётное собрание собрались руководители общественных объединений и организаций молодёжных советов при предприятиях и организациях города, представители администрации, сотрудники молодёжного центра. В этом зале сегодня присутствуют люди, которые неравнодушны к проблемам молодёжи нашего города. Все те, кто несёт свои знания, опыт подрастающему поколению. Всего в прошлом году было проведено более 600 детских и молодёжных мероприятий по различным направлениям. Они проводились в тесном сотрудничестве с общественными организациями Десногорска, предприятиями и учреждениями города и области. На Смоленщине большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи. В нашем городе в этом направлении ведётся большая комплексная работа. В результате Десногорск занял первое место в региональном конкурсе. Наши молодёжные делегации в прошлом году принимали участие в областных и всероссийских проектах, где показали, что Десногорская молодёжь – самая лучшая. Все активисты были отмечены благодарственными письмами, почётными грамотами, как от главы муниципального образования города Десногорск, так и от Комитета по культуре и молодёжной политике города. Заключительным этапом собрания стало подписание договоров о сотрудничестве в плане совместной работы между Городским комитетом по культуре, спорту и молодёжной политике и общественными объединениями в 2017 году и, конечно же, обсуждением целей и задачи работы на следующий год. В областном центре прошёл четвертьфинал региональной гуманитарной олимпиады «Умники» и «Умницы» Смоленщины. В нём приняли участие 27 десятиклассников. Тема игры была посвящена 320-летию российского флота и смолянам в его истории. В полуфинал вышли 20 ребят, среди них представители Рудни, Сафонова и нескольких школ Смоленска. Каждый четверг тимуровцы первой школы Десногорска проводят в своих стенах акцию «День добрых дел». Чему она была посвящена на этой неделе, расскажем в нашем сюжете. Коллектив школы работает над реализацией волонтёрской программы «Данка» и активно развивает тимуровское движение. Мы помогаем пожилым и маленьким, мы занимаемся разными делами хорошими, у нас проводится много разных акций. В тимуровцы меня приняли не так давно, 1 сентября. На текущей неделе тимуровцы 5-го А-класса вместе с педагогом-организатором запланировали, подготовили и провели доброе дело для учеников начальной школы. Необычную акцию посвятили здоровому образу жизни. Мы расскажем детям о том, как нужно правильно чистить зубки, что для этого нужно делать. И самое главное, мы для них откроем секреты, которые навряд ли они ещё знаете, а может быть даже вы не знаете этих секретов. Когда появилась зубная паста, кто изобрёл зубную щётку. Младшие школьники с удовольствием отгадывали загадки, запоминали поговорки и в игровой форме учились правильно ухаживать за полостью рта. Необходимый объём зубной пасты не должен превышать размера большой горошины, а деткам маленький. Покажите, как вы чистите зубки. Посчитайте, 20 движений чистим зубки. На один зубик 20. Чистим зубки. Молодцы! Все участники акции получили подарки, подготовленные родителями волонтёров. Ведь даже добрые дела лучше делать всем вместе. И в заключении наша афиша. 4 февраля пройдут вечера встреч выпускников. Обращаем ваше внимание, что в первой, третьей и четвёртой школах нашего города праздничные мероприятия начнутся в 17 часов и только во второй школе в 16.00. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова